Селям алейкум, добрый вечер. У нас, видимо, сегодня состоится довольно непростой разговор, ведь когда касается тем морально-нравственных, собственно, эти темы всегда для нас очень острые, очень сложные. Это коррозия нравов, тема нашего эфира сегодня. И традиционно мы работаем в прямом эфире. Уважаемые телезрители, просим вас принять участие в нашем онлайн-голосовании. Связано ли падение нравов с улучшением благосостояния в обществе? Да, либо нет? Пожалуйста, принимайте активное участие в нашем голосовании. Сейчас наш сюжет, и мы вернемся в студию. Характерной чертой менталитета крымских татар всегда была ориентация на семейные ценности, на милосердие и ответственность за ближних. В частности, через опубликованные воспоминания, рассказы представителей старшего поколения мы узнаем о том, что крымские татары никогда не оставляли на произвол судьбы стариков и детей. К большому сожалению, эти моральные устои, формировавшиеся в крымско-татарском обществе на протяжении веков, в наши дни постепенно сводятся на нет. Безграничная, безусловная семейная любовь и уважение подвергаются коррозии под воздействием современных стандартов жизни. В прошлом у крымских татар было принято жить большими семьями, когда в одном доме проживало несколько поколений. Какие-то семейные раздоры были явлениями редкими. Жизнь настолько сложна и многогранна, что невозможно подвести все случаи под единый знаменатель. Но совершенно очевидно, что на сегодняшнем этапе мы сталкиваемся с проявлениями психологии, потребления и индивидуализма. Представители молодого поколения порой не готовы к самоотдаче во имя чего-то, а все больше и больше привыкают к тому, что им кто-то что-то должен и даже обязан. Где в таких случаях искать ответы? Как находить компромисс и выход из сложных ситуаций? Ориентиром всегда были и должны быть наша вера и мораль. Ислам – это религия, которая подчеркивает почитание родителей, милость и уважение к ним. Каждый мусульманин знает, что Всевышний призывает к почтению и уважению родителей. Ведь не зря непослушание родителей является одним из самых тяжких грехов наравне с неверием. Айдар Уджа, если мы говорим в целом, то какие тенденции вы сейчас наблюдаете? Существует ли деформация нравов в среде крымских татар? Либо это вот те, скажем так, излишки современного общества, которые проявляются и в среде крымских татар тоже? Я не думаю, что надо все валить на современное общество. Все-таки же моральные устои, семья, они закладывались в течение не столетий, а тысячелетий. Если мы обратимся к истории, то мы увидим, путешественники 17-18 веков из России, из Европы, приезжающие в Крым, они отмечали действительно, что семьи были многодетные и более того, они были очень дружные. Младшие уважали старших, старшие уважали младших. И поэтому вот воспитание, оно в первую очередь начинается в семье. То действительно, мы привыкли валить на современное общество. В принципе, это действительно очень много тех неприятностей, которые имеются в нашем современном обществе, они привнесены вот именно с отсутствием морали той, которая была у нас в традициях. Но мы должны все-таки же вернуться к нашему старому быту. Не к тому, о чем вот призывали товарищи, что надо в многодетные семьи, должны несколько семей жить в одном доме. Можно жить в разных квартирах, но по субботам, по воскресеньям собираться, как это делали наши родители. И тогда семья, она будет сплоченной, дружной и не будет тех негативных явлений, о которых говорилось вот в этой передаче. Нуридзин Ага, наши традиции, наши нравы, они всегда по-особому призывали нас относиться к старости и особенно к родителям. Вот вы на вашем примере можете дать характеристику вот тем нашим традициям, которые передавали нам из поколения в поколение? Конечно, я сейчас, я хотел бы, конечно, привести примеры из жизни. А еще плюс есть кое-что, который сейчас Рай Моджи, конечно, скажет причины. По какой причине, по каким причинам мы отходим от этого? Почему мы перестали уважать родителей, старших, даже не родственников, любого там старших перестали уважать так, как раньше уважали. Вот нас было дома девять детей, многотетельная семья. Детей девять было, я средний. Я помню, что мы соревновались в семье. Я говорю, я старший сын, родители со мной будут жить. А второй тоже что-то говорит, говорит, ну, нет, почему с собой? Это действительно так было, да, вот я помню прекрасно. А третий говорит, самый младший говорит, вообще-то, говорит, по закону, говорит, самый младший остается с родителями. Почему, говорит, вы отнимаете мое право? И вот так мы, и потом говорим, что, почему, говорю, соревновались? Потом говорим, а ну, давайте, с кем они захотят, с ними останутся. Действительно, это так. Вообще-то, с младшим остаются, да. А вообще, если у родителей спросить, они предпочитают того, с кем им легче. Все равно, они все дети, они всех любят. Но все равно кто-то из них, или некоторые из них, более как-то... Еще плюс, еще есть пословица. Если невеста хорошая, конечно, я прощу прощения, там, девушки, женщины, они когда-то становятся матерью, там, все, и у них тоже дети женятся, поэтому это всех касается. Но я говорю так, как есть. Говорит, если невеста хорошая, значит, сын есть. Если она плохая, значит, его нет. Видите? Вот еще одна причина, да, вот. Теперь мы говорим, с кем они захотят, с теми останутся. И вот, конечно, в основном остаются с младшим. Вот мы, махалля, говорим, да, вот наш квартал. Разные были национальности. И турки были, и крымские татары, и казанские, и корейцы, всякие, узбеки. У нас была команда у детей. Вот почему это было, вот я хочу сказать. Вот мы сами это организовали, сами этим занимались. Хотя мы просто вот летом, я не помню, что один день я вот просто гулял, такого я не помню. Мы постоянно работали, помогали. У нас рядом завод был, мы помогали, постоянно работали. Отец говорил, уроки, там чуть-чуть поиграли, чуть-чуть. И все, работа, уроки, школа, вот так. Потому что, говорит, тем больше, ну, просто пусто проходит время, вот тем больше, говорит, проблемы. Вам же будут проблемы, вы же будете потом завтра меня ненавидеть. Потом мы это поняли, конечно, еще лучше. Команду создавали. Эта команда с чем занимался? Вот я не сочиняю. Вот смотрели, вот, например, старушка, старик, идут, например, сетками, да. Мы им помогали до дома донести. И им помогали в чем-то. Вот так вот именно благотворительностью занимались. Почему? Спрашиваются. Нам кто-то этого не говорил. Нам 13-12 лет, вот, например. Потому что родители воспитывали так. Вот я, например, с отцом, как друг, вот, говорят же, отец мой друг, как будто, ну, родители с детьми, как друзья. Я так не считаю. Родители, как друзья с детьми, вот так на вопрос смотреть, это неправильно. Потому что друзей можно любить, уважать, там, иногда с ними спорить, допустим, да. Но родители выше, намного. Их надо почтить. Они родители. В них надо видеть чего-то святого, понимаете. Вот тогда родители всегда в наших глазах, они будут, ну, совсем, как сказать, это, как святое, понимаете. Вот их воспитание нас делало так, что мы даже не только родителям, другим тоже старались помочь. Айды Роджа, вот сейчас, ну, Редина Га нам привел пример, как было и как должно быть. Ну, вот сейчас, к сожалению, времена меняются, меняются нравы, что называется. И такое явление, как дома престарелых, у крымских татар ведь не было никогда такого. Сейчас они есть. И здесь очень такая тонкая нравственная грань. С одной стороны, дома престарелых, это, ну, скажем, единственная возможность выжить для... Это позор, я считаю, это позор для нашего народа, потому что, вы правильно отметили, никаких домов престарелых до войны в Крыму не было. И потом считалось позором в семье, правильно говорят, многодетные семьи, во-первых, это одно, а во-вторых, значит, я еще раз хочу повторить, отношение было такое. Но на протяжении семидесяти лет существования советской власти детей воспитывали несколько в другом духе. Я вам скажу даже более. Нам, я сам даже в этом принимал, к сожалению, участие, нам говорили, что будет единый язык, единый язык будет на территории, и будет единый народ. И вот пытались сгладить взаимоотношения между 130 равноправными народами Советского Союза. В том числе и причесали их обычаи и традиции. Причесали, к сожалению, победило не лучшее, не уважение к старшим, не уважение к младшим, а именно наоборот. Появились Павлики Морозовы. И культивировали же этот тип. Павлик Морозов, он герой Советского Союза. Вот понимаете ли, он продаст отца, продаст мать и так далее, будет служить именно тем идеалам, которым ему учили. Крымские татары не растут в этом же обществе, они развиваются в этом же обществе. И вместо того, чтобы перенимать хорошее, они, к сожалению, вот пришли к такому, что своих родителей сдают в дома престарелых. И я считаю это позором нации. Как исправлять, вне всякого сомнения, вот мы виним кого-то, мы говорим, что школа не дала, вуз не дал, государство не дало. Это семья. В первую очередь отношение в семье. Как родители будут относиться к детям, точно так же через некоторое время эти дети будут относиться к родителям. Мы тоже, у нас в семье тоже было 9 детей. Я лично седьмой. При выезде из Крыма полтора месяца нас вывезли в Кострому. И от достатка это ничего не зависит. Может быть, бедная семья, дружная, и в то же самое время богатая семья. Вот все распри начинаются тогда, когда вот это употребительские, вот потребление, когда берет вверх, вот тогда начинаются распри. Ильдараха, существуют, опять-таки, разные точки зрения у нас в обществе по отношению к домам престарелых. Вот Ильдараха свою точку зрения высказал. Но, опять-таки, дома престарелых можно рассматривать как единственную возможность для стариков, у которых вообще никого не осталось. Ну, вот так сложилась жизнь, что никого нет. Но, с другой стороны, это ведь соблазн для некоторых детей просто, ну, скажем, делегировать свои полномочия, свои обязанности, как ребенка, государству, чтобы государство заботилось о старости своих родителей. Вот как вы к этой дилемме относитесь? Вы знаете, когда в Крыму открылся Хартла Реви, дом престарелых, его открыла Айша Абтесиит Муратова, в газете «Голос Крыма» был опубликован материал, вот как раз-таки, придерживающийся точки зрения, то, что озвучил Айдирага Меметов. То есть это позор для крымских татар, позор своих родителей сдавать в дома престарелых. Но он открылся, дом престарелых, жизнь шла, в этом доме появился контингент определенный, и мы увидели, что отрицательной роли Хартлар Реви не сыграл. Айша Абте, она вынуждена была выехать за границу, долгие годы жила в Америке, бывала во многих странах мира, а там, значит, практика открытия и существования домов престарелых довольно-таки распространенная. И когда изучали, смотрели контингент, то это не обязательно кто-то взял, привез и сдал свою мать или отца. Эти старики могут в старости или в конце своей жизни оказаться одинокими. Мог быть один ребенок, который умер, и за этим стариком некому ухаживать. Есть вообще бездетные старики, которые, когда становятся немощными, им лучше жить в доме престарелых, где есть уход, есть тепло, где есть питание. Поэтому к этому вопросу надо подходить дифференцированно. У нас, у крымских татар, прекрасные обычаи, и они действительно формировались тысячелетиями, но в процессе формирования это была современность. То есть 100 лет назад, 200 лет назад это жили люди, и которые формировали эти обычаи и традиции. Надо сказать, что крымские татары, та их часть, которая вела оседлый образ жизни, она все-таки была больше занята сельским хозяйством, эта часть народа была привязана к земле. Мы же знаем, что до депортации, как замкнуто жили в своих селах, они, например, не хотели переселяться в другие районы Крыма, хотя, например, в 20-х годах, мы знаем, им предлагали землю довольно в большом количестве, чтобы переселялись, расширяли свое хозяйство, люди отказывались. Мы знаем, что предпочитали заключать браки в своем селе или между молодыми из соседних сел. И вот когда жили вот так десятилетиями, столетиями, конечно, все друг друга знали, неуважение к старшим порицалось. Если старики оказывались одинокими, и не только старики, и дети, обязательно сельчане им оказывали помощь. Детей брали на воспитание, и за ними смотрели не хуже, чем за своими родными. Если вдруг какая-то была дифференциация, и общество это наблюдало, это порицалось. Поэтому, ну, надо смотреть, жить днем сегодняшним. Люди не живут сегодня только, скажем, десятилетиями или столетиями в своем селе, в своей махале, кто-то вынужден уезжать, кто-то еще по каким-то причинам. Факт, конечно, сдачи своих родителей, когда ты трудоспособен, когда у тебя есть жилплощадь в дома престарелых, ну, это не связано, я не знаю, мораль очень на низком уровне. Нам пришлось пройти годы депортации, и они очень показательны, как относились к старикам, к детям, когда в одной комнатке, когда в землянке жили просто в такой тесноте, что сегодня трудно об этом представить. Но никто не отказывался ни от родителей, ни от своих детей. Да, вот вы правильно подметили, когда Айше Ханум открывала свой дом престарелых, она всегда проверяла, то есть она брала только обездоленных. Но сейчас же есть случаи, когда берут в дома престарелых стариков, у которых есть дети, и не один, и не два, и даже не три. Более того, эти дети привозят и сдают. Вот что самое трагичное. Я хочу сказать, вот мои телевизионные передачи, когда делали, мы были там, снимали передачи, и я вот помню, что в основном у этих матерей, дедушек, были дети. А вот даже одна, вот как сегодня помню, говорит, она, говорит, как боксом со мной, вот она боксировала со мной, говорит, и меня побила даже. О невесте она говорит. Смотрите. И вот я вот так, когда подумал, вот, ну, бывают разные причины, да, вот, как офендис сказал, например, финансовые проблемы или болезни, или детей нет. Но это все равно не причина. Это не причина. Если сын не может, близкий родственник, вот это действительно, это, если позор, не только для крымских татарей, это для всех касается, всем касается. Пожалуйста, продолжайте, потом я хочу кое-что сказать. Ну, Ретинаха, вот в дополнение к вашей реплике, вот у нас в традициях, вы сегодня неоднократно обращались к нашим традициям, всегда вот в крымских, крымск-катарских селах действовал совет старейшин, который, собственно, регулировал все вот эти вопросы, которые были связаны с социальными проблемами. И когда возникали какие-то сложности с нравственностью, то предпринимали сначала определенные меры, а потом уже шла система наказания определенная, работала. Вот сейчас мы видим эти тенденции. Все об этом молчат, никто это, собственно, не порицает. Это говорит о разложении каких-то нравственных норм у нас, в крымск-катарском обществе нашем? Вообще, и у нас, и у других много вот таких случаев. Вообще, знаете, сейчас, когда Рай Моджа скажет, вот человек вообще должен жить по каким нормам, по каким законам, если положать руки на сердце, если так сказать, вот чем от этого дальше уходим, кто бы ни был. Никакая религия этого не одобряет. Оставить родителей там, неуважение к старшим, все одинаково. Потому что это Всевышний всегда нам велел, как надо жить. Теперь, вот один момент, Рай Моджа, сейчас потом скажете. Мы всегда хотим, чтобы с нами обращались, как мы хотим, нормально, справедливо всегда, правильно? А когда нам приходится, вот когда сами обращаемся, в первую очередь к родителям, когда мы были маленькие, они за нами ухаживали, смотрели. А когда они нуждаются в нашей помощи, мы оставляем. Почему? Да, сейчас интернет, сейчас современная жизнь, да, действительно, где-то надо учиться, где-то работать. Это, значит, повод оставлять родителей. Нет. Время не виновата. Поэтому мы, в первую очередь, несправедливо относимся к Всевышнему, по отношению к Нему. С этого все начинается. Потом к родителям, и потом и друзьям, и знакомым. Вот пусть скажет сейчас, вот, что я хочу говорить. Дело в том, что и вправду я хочу сказать от себя, что вот вы говорили про наши традиции. Наши традиции, они полностью сформированы на основе Ислама. Потому что Аллаху Таля нас сотворил, и Он нам показал, как нам жить. Основы нравственности все они проходят в Хуране. Это книга, по которой мы должны жить. И в Хуране четко и ясно говорится, то, что мы, в первую очередь, должны поклоняться Аллаху. А вторая наша задача, вторая наша обязанность – это добро родителям. Смотреть за родителями. Пророк, саллаху алейхи вассалям, это у нас учил. Пророк учил нас тому, что рай находится под ногами матерей. Когда у него спрашивали, кому из людей нам надо показывать самое большое уважение, он говорил, матери, матери, еще раз матери, и только на четвертый раз говорил, что к отцу. Я хочу, вот, есть такую вот вещь, вот, указано, вот, насчет денег говорится, что вот на данный момент, скажем, людям жить, по идее, это легче, а вот какие-то нравственницы потеряли. Аллаху Талли в Хуране говорит, если, говорит, вы забудете обо мне, я забуду о вас. Если мы сегодня жалуемся, что нас дети не уважают, то, что мы забываем свой язык или какие-то свои ценности, то это в первую очередь из-за того, что мы забыли самые первые истины. Это мы отдалились от Аллаха, и был такой исторический период. Насчет, как крымские татары раньше на это смотрели. И вправду в старину никогда не было такого понятия, как дом престарелых или там приют для детей. Почему? Потому что наша религия в Хуране говорит, что если есть какая-то сирота, просто погладит по его голове, это самая лучшая вещь, которой он доволен Аллах. Кроме этого, один раз к пророку Саллаху Алейхи Васалям приходит человек, который жалуется на своего отца. Вот как бы я думал, что это актуально будет. И говорит, знаете, мой отец тратит мои, транжирует мои деньги. Я зарабатываю, он транжирует. Пророк Саллаху Алейхи Васалям говорит, приведи его, чтобы я выслушал, что скажет твой отец. Он идет за своим отцом. В этот момент пророк Саллаху Алейхи Васалям прилетает ангел Джабраиль, Гавриил Дидер, да? И он говорит, спроси один вопрос. Один вопрос. То, что говорил его отец про себя, когда шел сюда. Приходит тот человек своим отцом. Пророк Саллаху Алейхи Васалям ему отца спрашивает, говорит, ты вправду транжируешь деньги своего сына? Он говорит, я уже старый человек, мне ничего не надо. Мне ничего не надо. Единственное, что я хочу, говорит, это его внуки. Вот мои внуки, говорит, это его дети. Я им что-то беру. И у меня есть, говорит, сестра, за которой я обязан смотреть. И я, говорит, ей помогу. Потом пророку в голову приходит то, что сказал ангел Гаврил. Он говорит, а что ты, говорит, говорил про себя, когда шел сюда? Я, говорит, когда шел сюда, говорит, я плакал, говорит. И про себя, говорит, говорил. Ты был маленьким, говорит. Я, говорит, тебя вырастил. Я тебя вырастил, ты болел, я болел больше тебя. Ты не спал, я вообще не спал. Я сам не ел, я тебя кормил, чтобы увидеть один день, когда ты будешь человеком. Когда ты станешь вот таким человеком в данном ситуации, говорит. Но я никогда не думал, что когда ты им станешь, говорит, ты опозоришь меня перед пороком с Аллаху алейхи вассалям. Когда наш порок это слышит, он начинает рыдать. До такой степени, что по реваятам его по бородам мокнет, и он говорит, все, что у тебя есть, твои дети, твое имущество, все это твоего отца. Потому что мы никогда не должны забывать, как мусульмане, то, что самая главная обязанность, это даже после, Аллах говорит, хуран говорит, и наша религия учит тому, что в первую очередь это намаз, а после этого самое лучшее деяние это наши родители. И пророк с Аллаху алейхи вассалям в многих ситуациях, когда к ним приходили, как можно заработать довольствие Аллаха, он говорил, возвращайтесь, если у вас есть мать и отец, будьте возле них. Пророк с Аллаху алейхи вассалям говорил, если у кого-то из вас два старика или один старик останется, то есть ваши родители, говорит, и вы не заработаете рай, потому что они считаются дверьми рая. Говорит, я за хлоросом, то есть, ну, как вам это объяснить, что это, да, это мне, говорит, очень жалко. Понимаете, вот это мы учит наши великие, это наши ценности. И вправду у нас никогда этого не было среди нашего народа. Это и вправду позор, этого не должно быть. И какая, как скажем, да, что мы можем сделать? Мы должны вот эту вот мораль, эту духовность довести. Мы как духовное правление мусульман Крыма на всех, вот не дадут соврать, те, кто Джумал Ракили, да, на пятничные молитвы, мы всегда эту тему поднимаем, мы всегда об этом говорим. И я уверен, что человек, который входит... Этого, скажите, достаточно? Потому что это очень объемная проблема, очень глубокая. Что еще нам нужно делать? Что Дунг еще делает для того, чтобы предотвратить вот такую коррозию нравов нашего? Дело в том, что в первую очередь это воспитание. В первую очередь воспитание мы стараемся, мы всегда говорим, вот слышали такое понятие даже, как Алтун-Несиль, да, это новое поколение. Почему? Мы должны вот у себя на родине, мы вернулись как один урлов, как одно семя. Мы должны вырастить крепкое, с хорошими корнями дерево, и оно будет давать хорошие плоды. Мы в первую очередь работаем именно с семьями, с детьми, мы в первую очередь учим вот тому, что я сказал, это, что я говорю, это все с хораном связано, с религией связано. Мы в первую очередь это доносим. Во всех мечетях проповеди ведутся. Кроме того, как мы можем достучаться до всех, пытаемся достучаться. Наши имамы, да, ну, как бы за всеми следить может тоже тяжело, но следят, если есть какая-то такая ситуация, что вот кто-то каким-то образом в зал своих родителей, или там, я не знаю, есть ситуация, что у кого-то есть какая-то сирота, близкий родственник, да, то имамы как бы с этими людьми общаются, ведут общение, и есть плюсы, есть моменты, которые я знаю, что когда человек шел и забирал, например, своего отца, он дома пристрелил, конечно. Удавалось достучаться все-таки. Гульнар Ханум, вы долгое время прожили за границей, в Бельгии, да, если не ошибаюсь, но традиция наша и традиция западная, американская, европейская, она в корне отличается от нашего менталитета. Там дома пристарелых – это абсолютно нормальное явление, и это абсолютно нормально, когда человек, дожив до определенного возраста, оказывается в доме пристарелых, при этом имея определенное количество детей, то есть дети занимаются карьерой, занимаются делами, они могут жить в другой стране, в другом штате и так далее, и это абсолютно нормально, никто к этому не относится как-то, вот к явлению нетрадиционному. Но у нас все-таки это порицается, это как-то вызывает какой-то душевный дискомфорт. Как, собственно, вы к этой проблеме относитесь, и как вы сохраняете свою духовность далеко от Родины? Спасибо большое. Селям-алеку. Ну, я, конечно, скажу, что немножко разочарую вас, потому что у нас на Западе тоже не все одинаковые, и не все готовы, то есть очень хорошо. То есть, да, у нас, к сожалению, сюда приходит все западное, хорошее, плохое, с опозданием лет на 20-30. То есть я... А в Бельгии это вообще особенная страна, и это, да, это европейская страна, но вы знаете, вот семейные традиции у нас очень сильно развитые. Да, это вот действительно так, и у нас каждое воскресенье, каждую субботу сыновья приезжают к маме с детьми, я вижу это постоянно среди наших соседей. Ну, конечно, я согласна с вами, у нас есть дома для престарелых, и, конечно же, все объясняют, как вы сказали, вот занятые дети там и так далее, вот надо работать, карьеру делать. Но, если честно, вот, да, там, конечно же, все эти вот резиденции, они такие все устроены так очень здорово, там есть свои аптеки, специальные там, как бы даже небольшие поликлиники, то есть там для этих пожилых созданы все условия. Вот, когда вот заходишь туда, думаешь, боже мой, это и есть, наверное, рай на земле, живут такие вот божьи одуванчики, цветочки, там, и у них экскурсии. Ну, знаете, что я, как бы, я заметила, что, а ведь глаза-то у них, взгляд у них потухший, то есть у них нет вот этого, знаете, вот этой вот жизни в глазах. Да, они вот ходят, как вот футляры, понимаете, вот, да, на экскурсию, поехали, да, поехали сюда. И другое дело, я вижу других же вот таких же стариков такого же возраста, которые живут у себя дома, у них внуки. Кстати, вот сыновья у нас к мамам очень хорошо относятся в Бельгии, вот именно во Фландрии. У них другие глаза, они живые, понимаете, они вот радуются каждому внуку, они с гордостью, вот эти вот колясочки и так далее. То есть и сейчас вот происходит в Европе, знаете, что происходит, сейчас вот все больше и больше людей начинают понимать, к чему это вообще все привело. То есть, да, а ведь уже и психологи об этом говорят, что оказывается, в таких вот семьях, где действительно, кроме мамы, папы или дети, никого больше не видят, не знают вообще, они часто болеют, у них очень такие, знаете, такие странные болезни, вот с чего бы казалось, да, все есть. А все потому, что, ведь не зря же это и в нашем народе, это во всех народах было, кстати, до войны тоже не было в Европе домов для престарелых вообще. Это пришла зараза совсем-совсем тоже недавно и много бед натворила, вот. Так вот, я к чему это говорю, что вот это вот все, что вот мы сегодня говорим, это сейчас уже это понимают, к счастью, в Европе. Правда, их не показывают по телевидению, у нас уже, знаете, какие-то демонстрации во Франции, в Бельгии, в Германии, народ уже понимает, что куда вообще они пришли, это уже стена, то есть деградация полная вообще и так далее. И это, конечно, очень радует, потому что, да, действительно, сейчас это возрождается статус семьи, который все эти годы уничтожался вообще. Ведь проблема в том, что вообще во всем мире, особенно Западе, уничтожался статус семьи. Да, и вот сегодня я вот знаю, что как бы, да, это больше, наверное, женская тема, вот. Я думаю, что сегодня мы об этом тоже как женщины поговорим, потому что и начинаются вот эти вот все слова, родина, мать, религия, семья. Это все женского рода на самом-то деле. Это все идет от женщины, и поэтому в данном случае времена меняются, конечно. Мы пережили и красный террор, там, и полный атеизм, когда она насаждалась, мы пережили депортацию, да. Я помню, когда мы приехали в Узбекистан, моя бабушка была совсем одна, трое детей, то есть муж прошел репрессию, то есть после репрессии она больше его не видела. Так вот, ее родной дядя, он собрал весь род, то есть тех своих сыновей, потому что там было 9 человек, вот такая вот цифра такая, сегодня звучит все время. Он сказал, что вот Мирима Аблана, вот будете, вот прям по каждому дал поручение, он баласа, а ахайох, учбаласа, пожалуйста, вот каждому там сыну, вот. И это действительно так и было. То есть, да, у нас тоже были люди, которые, женщины, которые, да, ну по разным причинам, да, оказывались одни, то ли по болезни, то ли вот не повезло, да, одни без детей. Но ведь о них заботился весь род. Кто вообще кого куда отдавал. Поэтому все начинается с любви к матери. В моем понимании, любовь к маме, это не просто вот любовь к конкретному человеку. Мама, это все, это земля, это родной язык, это родина. И вот сейчас, я думаю, произошло нечто страшное, я была удивлена, вот когда мне сегодня Львина позвонила, что оказывается есть дома для престарелых, я вообще была в шоке. Потому что мы детям настолько все внушили, что у нас это вообще нет, такого безобразия в принципе быть не может. Вот. И, конечно, вот, почему это произошло? Дело в том, что я вижу, я, если можно, расскажу причину, почему это произошло. Пожалуйста. Да. Дело в том, что я думаю, здесь не нужно винить народ, но это всегда можно исправить. Произошло то, что мы вернулись на родину, все были заняты выживанием, да, на детей не обращали внимания, дети были заняты самой собой. Как бы мы там, одна задача была накормить, а дети в школу отправить. А на самом-то деле воспитание это такое емкое понятие, это каждодневная беседа, постоянный разговор с детьми, да. То есть, вот, очень многие вот наши родственники даже удивляются, что как это мы там на Западе смогли сохранить вот эти вот традиции, да, то есть, которые даже вот наша молодежь здесь просто потеряла, к сожалению, но не вся, к счастью. Вот. Потому что мы об этом говорили в семье каждый день, и мы об этом говорили постоянно. То есть, мы рассказывали не просто про бабушек и дедушек, мы рассказывали вот все, что мы знаем вот до самого верха. Это же целое дерево. Во главе этого рода стоит один патриарх, от которого все это идет. И когда мы говорили с детям, что ты не просто создаешь, вот, да, вот, ну, когда вот у нас выдают замуж, или же они говорят, вот ты создаешь собственную ячейку, семья, и т.д., и т.п. А на самом-то деле нужно говорить, ты не просто семью создаешь новую, а ты продолжение вот такого-то рода. Ты продолжение этого рода, и вот ты не просто вот какой-то кирпичик там в пустыне, там один валяешься, семейка, да, а ты кирпич в этом вот огромном здании, в этой вот пирамиде, потому что без тебя этого здания бы уже не было. Но ты в этом здании, то есть ты листочек на этом дереве, да, то есть ты не просто сам по себе. И поэтому я думаю, что нужно просто, как бы, чтобы люди, дети наши знали, что они не просто вот, да, его зовут так и так, и вот его такая фамилия, но откуда пошла эта фамилия, кто стоял во главе этой фамилии? И они когда бы, вот если вы об этом постоянно рассказываете, ни одному ребенку не придет в голову сдать патриарха своего дом для престарелых, понимаете, если от него это все древо шло. Ведь не зря же у нас до седьмого поколения мы отслеживали, да, то есть записывают, от кого там все, что пошло и так далее. Поэтому я думаю, что если вернуть нашим людям память, вот просто память, не просто генетическую, а вот именно вот историческую память, вообще как у нас на самом деле было. И поэтому вот мы каждый год уже больше, более 20 лет мы приезжаем именно в Крым. Хотя мы можем поехать куда угодно летом, но у нас лето, это всегда Крым, и это не просто море. Мы на море бываем всего один раз, один день, просто для детьми уже неудобно. А мы вот посещаем всех наших родственников по отцу, по мужу и по моей родне, потому что мы хотим, чтобы дети наши видели, кто этот человек, кто этот человек, кто этот. И когда мы видим, когда во главе этого дома сидит пожилая женщина или пожилой мужчина, и вокруг него бегают дети, внуки и правнуки, вот это они должны видеть каждый раз. Спасибо. А Ваше Феханум, вы знаете вот эту проблему, о которой мы сейчас говорим, вы знаете эту проблему предметно. У вас буквально каждый день перед глазами реальные судьбы реальных людей. И в связи с этим, какие тенденции вас настораживают в сегодняшней жизни нашей? Давайте я с самого начала расскажу, как все это было. Я вообще-то занимаюсь Алтенбешиком, так? Это клуб знакомств наших крымских татар. Наше объявление печатается в голосе Крыма. Видимо, там оно, это в Доме престарелых, есть эта газета. И на меня вышла Шазе Битай, 1930 года рождения. Это ей 87 лет, да? Плачет, просит помочь. Ну, я раз послушала, второй раз звонит, третий раз. Я вообще-то, вы знаете, это там 37 человек. Я знала, что в Доме престарелых проживают одинокие наши, те, которые немощные уже. Ну, нету никого, они вынуждены там жить. И то есть многие родственники, которые даже Тизесына, Алласына, Тамбитасын, ну, не отдают. А она говорит, меня дочери, моей две дочери, три дочери у нее. Одна в Узбекистане, двое, одна в Бахчисарае, одна вот в Белом, в Симферополе. Они, говорит, меня сдали. Я, честно говоря, не поверила. Думала, как это так? Ну, а потом Рустам Емиров, я говорю, поехали посмотрим. Она четко говорит адрес. Ава Ханум, мы съездили к Шазе Битай, мы ее сняли. Давайте посмотрим этот сюжет и историю этого человека. Я родилась в 30-м году прошлого века, когда мне было 6 лет, все голодовали. Я и голод видела, и войну все видела. Вот с таких трудностей начинался жизненный путь Шазе Хартана. В 1944-м ей было 14 лет, когда она вместе со своим народом оказалась на чужбине. В 19 вышла замуж, родила детей, прожила счастливую жизнь с мужем. Но уже тогда начались проблемы в семье между матерью и дочерьми. После его смерти они и вовсе мне житья не давали, так и осталась одна. Затем я вышла замуж за этого мужчину. С ним мы прожили 13 лет. Он очень хорошо смотрел за мной. Выйдя замуж второй раз, Шазе Хартана снова погрузилась в семейную гармонию, прожив со вторым мужем долгие годы в согласии. Они долго жили вместе. Точно не скажу сколько, но больше 10 лет. Очень хорошо жили. Все удивлялись и радовались за них. Беззаботная жизнь Шазе Хартана закончилась именно тогда, когда умер ее второй муж. Пожилая мать осталась на попечении своих трех дочерей. Когда умер и этот муж, за мной приехала моя дочь и увезла меня к себе в Узбекистан. Там я прожила год, но жить с зятем было нелегко и я вернулась. Вернувшись домой на родину, она столкнулась с тем, чего совсем не ожидала. По ее словам, дочь заперла свою мать в комнате и не выпускала. Она не могла выйти, подышать свежим воздухом и ела только тогда, когда давали кусочек хлеба. Соседи же эту информацию подтвердили. Да, дома держала. Два или три дня она здесь была, в заперти. А потом увидели, как ее, она, эта же дочка, увозила на такси. В это время, кажется, ее сдали уже в дом престарелых. Как выяснилось, Шазе Хартана долгое время копила пенсию, чтобы на родине купить себе отдельный уголочек и жить там. Но на собственные деньги она попала в дом престарелых. Отвезти туда бабушку помогла знакомая ее дочери. Они наняли какую-то девушку, она тоже татарка, живет в Каменке. Она также помогала им. За мои же деньги оставили меня здесь. Мать даже не успела опомниться, как оказалось, никому не нужной. За что с ней так поступили, тоже не знает. Задав этот вопрос дочери, никаких объяснений не услышала. В дом престарелых за ней не пришла ни одна из дочерей. Несмотря на то, что выйти из этого учреждения – мечта бабушки на вопрос наших корреспондентов. «Если вас заберут обратно, пойдете?» – она ответила так. Барма. Нет, не пойду. Они не дадут мне жить. Тот же день убьют. Ава Шефеханам, сегодня Нуридин Агау очень такую правильную аналогию привел. Он сказал о том, что рождаются дети, они беззащитные, они абсолютно такие хрупкие создания. И человек с возрастом, он становится таким же ребенком, собственно, в таком возрасте. И женщина, которая вырастила троих детей, она пожертвовала в свое время собой, пожертвовала всем, что у нее, видимо, тогда было, чтобы вырастить этих детей. Сегодня такое отношение у своих же детей, у своих же дочерей по отношению к своей родной матери. Ну, мы пытались ей объяснить. Мы хотели, честно говоря, вот мне даже это в голове не укладывалось. Думаю, дай мы поговорим. Стали говорить с ней. Внучка там лет 25, наверное, она. И так, и сяк. Я говорю, неужели мы нашел балабан, некая тажла, и уйди, а на нас гайерта пуматом. Вот, нет и все. Мы так хотим. Это по российским законам, мы так хотим и кен. Ну, я, короче говоря, беседовала, говорила, объясняла, Рустем объяснял. Без толку, вот как об стенку горох. Все. Я потом, это, говорю, хазахол киткенсы нас, говорю, удаян, утан майс, мы завышим то все. И, говорю, я вам обещаю, говорю, встать в газету. И круглый стол. Статья вышла 18 августа в «Голосе Крыма». И вот круглый стол, чтобы это не было повадно другим, потому что это невозможно. Разве можно вот так вот? Мать, которая... Это, вы знаете, в этом доме престарелых, это все те, которые были насильственно высланы отсюда. И вот эти бабушки, ей 87 лет, как она может, вот как они вообще могли пойти на то, чтобы ее туда определить? Это те бабушки, дедушки, которые прожили самый тяжелый период жизни вот этого насильственного выселения, потом трагический вот этот обратный процесс возвращения на родину. Ведь они прошли самые тяжелые годы. Как так можно? Стоит двухэтажный дом. Ну, мы не достучались ни до ее мозгов, ни до ее дома, ни до ее внучки. Я вообще в шоке. Я такой первый раз в жизни. Конечно, я настолько у меня это... Ну, я не могу оставаться равнодушной к этой бабушке. И мы вот взялись, вот звонили вам туда-сюда, чтобы приняли какие-то... Ну, меры я не скажу, уже ничего им не примешь, потому что у них вот эти нравственные моральные устои нет у них. Потеряно. Поэтому я даже не знаю. Я еще дочери говорю, через какое-то время ты свою маму туда же поведешь, в дом престарелых. Она говорит, нет, я маму не поведу. Вот это, говорю, бумеранг. Это будет у тебя. У тебя и так здесь заложено не то, что нужно для нормального человека. Лучше бесполезно с ними говорить. Знаете, что я хочу сказать? Вот как к этому вопросу еще хочу вернуться. Во-первых, вот есть же... Когда-то мы были, как вы, и придет время, и вы станете, как мы. Вот молодежь себе пусть задают вот этот вопрос. Ну, чтобы они задали себе вот этот вопрос, так же это родители должны сделать, так, чтобы они постоянно вот этот вопрос себе задавали. Придет время, мы тоже будем как они. Представьте, вот дети, да, сейчас молодежь, их отдают в детский дом родители. Это тоже огромная тенденция, огромная проблема нравственная наша. Да, вот смотрите, сейчас вот, например, любого ребенка, вот сейчас родители скажут, мы решили тебя отдать в детский дом. Представьте, ладно, кому пять лет, он не поймет. Ну, кому восемнадцать, они сразу с родителями будут спорить. Даже на них будут обижаться, даже их обидят, что младшего брата или сестренку отдают в детский дом. Правильно? Конечно. Ну, хорошо. Вот как он сказал, вот джамус рай муча. Рай у под ног матерей. Не у детей, у матерей. Если они так делают, почему бы родителям так не делать, допустим, да? Теперь, почему? Что мы должны делать? Что мы должны делать? Я сейчас примеры приведу. Вот молодая семья, у них дети, и раз, отец плетет корзину. Это давным-давно это было, это рассказ такой. И сын спрашивает, что делаешь, отец? Он говорит, как правильно, плетать, да? Плетет, да? Плетет. Да, он раз, говорит, делаю корзину. А для чего? Говорит, ну, сам же знаешь, говорит, вот мама, жена постоянно говорит, или он, или я, или твой отец, или я. Так что, давай, выбирай. И он решил, слабый человек, значит, отнести куда-то в горы. И когда мальчик спрашивает у отца, зачем это надо, это он говорит, дедушка, говорит, в горы отнесу, оставлю, пройду. А говорит, вы, говорит, корзину принесете обратно? Он говорит, а зачем? Ну, говорит, что завтра я и вас отнесу туда же, говорит. Следом, да. Ребенок отцу говорит. Теперь, что надо делать? Во-первых, я это хочу сказать, что с метуса я хочу начать передачи и хочу работу начать насчет этого, с семьями заниматься. Да, вот, и телевизионные передачи, и так, вот, работать. Во-первых, мы насколько это хотим. Сейчас, честно я скажу, и родители сами намного виноваты. Почему? Сейчас кому 50-60, они слабые, знаний мало, сами у них нравственности слабые. Раньше, например, мы росли, любой старик, любой пожилой человек считались нашими родителями. Мы не могли кричать сильно, оскорблять кого-то, что-то такое, нецензурные слова сказать, потому что отец где-то. Но любой человек увидит, он за уши возьмет, приведет к отцу. И никогда мой отец или кто-либо не скажет, а тебе какое дело, это мой сын, оставь его в покое, не скажет. Мы это прекрасно знали. А сейчас, если говоришь, твоя дочка вот так, такими делами, или там сын вот так, они, каждый третий косо смотрит. Он говорит, какое ваше дело, допустим. Вот это неправильно, понимаете? Поэтому надо вот комиссию этот сделать. Рэмби, смотрите, это же ведь очень такой тонкий момент. Как поднимать нравственность общества, не переходя границы личности каждого человека и границ вот этого личной составляющей каждой семьи? Ну, дело в том, что в первую очередь, надо, как бы, каждая личность все-таки должна быть, она должна быть организована таким образом. Я всегда говорю, да, у нее должна быть основа. Она должна быть основа, и она, в первую очередь, конечно, дается в семье. Но, в первую очередь, это должно быть на основе же обратно Хурана и Суны, пророк Саллаху Алиэссаляму. Если мы хотим что-то поменять в мире, в первую очередь, мы должны поменять это в себе. Вот я вам всегда говорю, то есть такая история, мальчик маленький, ну, мужчина приходит домой, хочет отдохнуть, попить кофе, отдохнуть, почитать газету. Приходит мальчик к нему и говорит, баба, я с тобой хочу поиграться. А он говорит, ну, хочет от него избавиться, говорит, он берет карту, рвет ее. Говорит, соберешь, потом придешь. Я с тобой поиграюсь. Не проходит пяти минут, маленький мальчик забирает карту мира. Он спрашивает, удивляется, говорит, как ты это сделал, все по местам стоит. Вот просто на обратной стороне был рисунок человека, говорит, я его собрал, и мир пришел сам в себя. Из-за этого, собственно, религия учит в том, что все-таки мы должны воспитывать именно личность. Каждый индивидуально, чтобы эта личность была, и мы должны знать одну вещь. То есть вот то, что я вижу, это, честно говоря, как сказать, очень поражающие вещи, потому что верующий человек никогда так не может поступить. Аллах в Хуране говорит, говорит, вы, говорит, когда ваши родители дойдут от такого возраста, да, не говорите им даже уф, и делайте дуа, делайте дуа, чтобы милость крыльями на них опустилась. Почему? Потому что пророк, саллаху алейхи ва салям, приходит один человек и говорит, я, говорит, все сделал ради матери, говорит, и вот ради матери все, что мог сделать, все хорошее. Я, говорит, окупил свой долг, как сына? Пророк, саллаху алейхи ва салям, отвечает, нет. Говорит, это, говорит, невозможно. Почему? Говорит, потому что, когда, говорит, она то же самое делала ради тебя, она делает для того, чтобы ты жил и развивался, а ты делаешь это, говорит, и ждешь, когда она умрет. Из-за этого, то есть на данный момент мы должны, как бы, донести вот ценности ислама, мы должны воспитать. У нас каково время? Было, да, очень сильно время давали на образование, но мы видим, знаете, какую тенденцию того, что человек хоть может быть очень много знающий, образованный, богатый, коей бы он бы не был, но если вот эта человечность нет, у которой вот религия как бы дает, да, и вообще нравственность дает, это никакой разницы нет. Вот рассказывается, как бы, история, все знаете историю, что один человек, своему сыну, говорит, ты никогда не будешь человеком, то есть не будешь никогда хорошим человеком. Тот человек идет, учится, обучается, один день становится визирем и говорит, приведите ко мне моего отца. Приводит отца, говорит, о, ба-бам, на бах, менько-молдом, да? Говорит, кем я стал? Он говорит, ты стал визирем, говорит, но ты человеком не стал. Если ты был бы человеком, ты бы не заставил так вести своего отца сюда. То же самое здесь, то есть главные ценности в семье, мы должны знать по исламу, если четко мы будем знать, что чем больше у нас, скажем, детей, чем больше у нас стариков, от этого нам никакого вреда нету, это нам польза. Аллах говорит, каждый своим наделением, каждый своим наделением, каждый ребенок рождается, он был хадир бар, он был расхабар, наделение для генши. И чем их больше, тем больше на нас. Прокс, Аллах, алейх, ассалям, говорил, что если бы не вот эти старики, которые среди вас, говорит, на ваши головы беды бы сыпались, как камнями, говорит, это для нас большая милость. То есть как мы можем сейчас на данный момент своих стариков и своих матерей, своих отцов вот так вот отдавать, то есть и брать, чтобы не спускаться на какой-то личный уровень, я не знаю, то есть мы это всегда джимаат мхаш, на чхам, мы постоянно джимаату всему объясняем, но если есть такие ситуации, конечно, надо как-то решать с этими людьми. Мы на лицо видели пример очень глубокого конфликта между дочерьми и между родной матерью. Вот скажите, я правильно понимаю, что не существует ничего, никакого оправдания, отречения от своих родителей? Никакого оправдания, это самый большой грех. Прокс, Аллах, алейх, ассалям, говорит, что гнев Аллаха на гневе родителей, если они гневятся на вас, довольствие Аллаха, если они довольны вами. И кроме этого, он говорит, что есть разные грехи, но большинство грехов, ответ за эти грехи, Аллаху Талли оставляет на день Ахара, то есть на судный день. Но он говорит, есть грех, который он наказывает и в этом мире, и в том, это грех, это непочтение родителей. Очень важный момент, можно? Да, конечно. Вот смотрите, вот выходят замуж, женятся. Давайте вот об этом тоже скажем пару слов, да? Когда родители оставляют где-то, они обязательно, они женатые, у них уже дети, да, вот они оставляют, правильно? В основном вот об этом сейчас говорим. Вот, например, замуж выходит девушка, да, мы часто, вот каждый знает, вот девушки стараются отдельно жить. Вот кто замуж выходит, говорит, я с мужем хочу отдельно жить. Хорошо, ты свою, я, я тоже, вот я не говорю, что я святой, или там мои, там не, все мы, вот всем нам это касается. Хорошо, ты свою маму любишь. Выходишь замуж и постоянно контачиваешь с мамой. Постоянно, по телефону, так, часто, постоянно. Вот я помню, например, мои сестры, шестеро их, замуж когда выходили, если часто приезжают, отец говорил, мама говорит, так сильно, часто не приезжай, потому что там тебя неправильно поймут. Завтра звук скрипки услышим, тогда поздно будет. Это почему я говорю, звук скрипки, это образно говоря, они сейчас, это накапливается, а завтра раз, все, выскажут, тогда поздно будет. Потому что, смотрите, девушка выходит замуж, хочет отдельно жить. Хорошо, ты подумай, завтра у тебя дети будут. У тебя есть мама, у тебя тоже есть брат, он тоже будет жениться. И твоя снаха, брат жены, эта жена брата, также будет хотеть отдельно жить. И теперь, и есть хайнаналар, да, вот, свекров, да? С которым все боятся, да. Они, келин-нен, вот, обычно, как говорят, никакая хайнана никогда не любит невесту, да, вот. И вот такое, даже песни есть, да, вот. Я никогда, я сам певец вообще, про келин-хайнана ни разу не пел и не хочу петь. Потому что у меня есть мама, это меня затрагивает, у меня есть сестры, тоже затрагивает. Я сам себе задаю вопрос, подожди. И сам тоже женат, у меня жена. Поэтому, смотрите, и когда хайнана не любит свою невесту, тоже задается вопрос. Хорошо, у вас тоже есть же дочка, она тоже замужем, ее тоже не будут любить. Вот давайте все задаем себе вопрос, каждый. Если с моей мамой так поступит, как будет? Если с моей дочерью так поступит? Нет, вот Раим уже как сказал, отошли мы от корней, отходим. Вот причины. Поэтому каждого, ложатся руку на сердце, пусть скажет, как со мной, как мне будет, если со мной так будет обращаться? И себе пусть задают каждый вопрос. И так все будет нормально. Менам кайнанам, для меня она мать. Если я ее не буду уважать, моя жена мою маму не будет уважать. И также дети. Поэтому это. И плюс еще. Вот давайте вот так скажем, если кто-то из наших соседей или кто-нибудь друзей оставит маму. Вот я один пример. Мой друг, товарищ, когда мы приехали к ним в гости, он поцеловал маме руки и говорит, ты зе, ты зе, там вот так вот. А сам не разговаривает, пошли с мамой. И я его сказал, давай поговорим. И отъехали к морю, у него в машине сидим, говорю, слушай, этот спектакль свой оставь в сторону. Ты своей мамой из-за жены даже неделю, пару раз встречаешься, она сама готовит, сама кушает во дворе. Ты как можешь мою маму уважать? Вот пока ты свою маму не будешь уважать, если с ней не будешь под одной крышей жить, я тебя уважать не буду, говорю. И он заплакал. Мы отъехали, к Ленину, что это было. Поэтому ну, поняли, о чем я. Да. У нас сегодня в гостях наша студия, наши гости уважаемые. Пожалуйста, давайте вам передадим слово ваше точка зрения по отношению вот к той проблеме, которую мы сегодня обсуждаем. Вот да, пожалуйста, микрофон. Селя Маликим. Во-первых, я хочу сказать, эта женщина, которая оставила свою мать дом престарелых, она учительница, она не имеет права в школе работать. Правильно. Вы понимаете? А ее еще не уволили? Нет, не уволили. Вот мы, соседи, зная эту бабушку, какая она была хорошая, у нее муж был, и она вот так поступила. Мы шли, вот втроем шли, и она везла свою мать в дом престарелых и не остановила, чтобы эта женщина с нами поздоровалась. Это разве женщина? Бахчисарай, дочь, которая даже вообще не знает, где ее мама находится. Это как можно так таких дочерей называть матерями, то есть детьми. Она ждала образование. Она дала им образование, всем троим образование. Да, мы сегодня говорили о том, что воспитывая троих детей, она наверняка и сама жертвовала очень много чем. Как это такую дочь называть? Я не знаю. У нас в гостях сегодня Алияга. Пожалуйста, Алияга. Селем Алик. Ну, во-первых, мне очень это, конечно, неприятно вот это все слышать, так как она педагог. Во-первых, она очень дурной пример своей дочери показала. В присутствии своей дочери она свою родную мать отправляет в дом престарелых. Это же дочка все видит. Неужели мама не думает о том, что завтра ее ожидает точно такое же, что она со своей матерью сотворила? Так же и дочка к ней, когда ей задают вопрос, вы с мамой тоже? Она говорит, нет, она молодая еще. И она не знает, что когда мама будет старая, для нее это будет абуза, вы понимаете? Но никто не думает, вот в душе ничего, не понимает, что старость это, да, любого человека ожидает. Все мы будем, мы никогда, мы не вечно молодые, мы будем старые всегда тоже. И уважать надо стариков. Как всегда это уважали, так и надо уважать. Я очень люблю старых, и потому что меня тоже это ждет, потому что как я воспитываю детей, я очень надеюсь, что я не попаду в этот дом. Айдар, пожалуйста. Рассматриваем отдельные сейчас случаи, но мне кажется, здесь причина намного глубже. давайте посмотрим, на каком языке мы воспитываем своих детей. Мы говорим, сейчас они потеряли те традиции, которые у нас были десятилетиями, столетиями. Но обратите внимание, они, те традиции, существовали на родном языке. Много ли сейчас семей говорить на родном языке? А вы поймите одно, вот именно язык и мышление, они тесно взаимосвязаны. Я об этом не раз говорил. На каком языке мы говорим, на каком языке мы воспитываем, вот точно так же эти дети будут воспринимать нас. Поэтому в первую очередь здесь хорошо было сказано по поводу исторической памяти. А ведь историческая память, историческая идентичность, она развивается только на родном языке. Вот сейчас всем мы говорим, вот какая она плохая, сдала свою мать и так далее. А в этом мы с вами виноваты. Вот то поколение. Почему раньше этого не было? Даже в период депортации этого не было? Да потому что наши родители говорили на родном языке, пели им колыбельные песни, перед сном рассказывали и так далее. Так вот, эта национальная идентичность, историческая память она только тогда сохраняется, когда есть язык. Обратите внимание сейчас на свои семьи. Вы правильно сказали, что нас ждет, мы не знаем, да потому, что уже наши дети 95% не говорят на родном языке. Я очень часто бываю в некоторых аудиториях, на праздниках, там, других мероприятиях, там уже крымско-татарская речь не звучит. Крымско-татарская речь, как таковая, отсутствует. Вот я на эту передачу пришел, почему? Когда мне сказали, будут этот вопрос подниматься, вот буквально перед первым сентябрем я беседовал с первокурсниками, тех, которых мы набрали. Я заглядывал в их личное дело. И вы знаете, наши крымские татары значительная часть отца нет. Я спрашиваю, он умер? Нет? Ушел. Семьи по два, по три месяца живут, расходятся. Так опять-таки, вот это мышление, я еще раз повторяюсь, историческая память только на родном языке. Вот на каком языке мы говорим? Вот обычаи, традиции, тех мы будем перенимать. В советское время специально нам внушали, что будет единый советский народ, единые традиции и так далее. Мы как раз пришли к этим традициям. Что окружающие нас делают, мы точно так же повторяем. И поймите, вот только возвращаясь к своему родному языку, мы вернемся к своим национальным традициям, возродим свою историческую память. Дорога, духовность, она, собственно, формируется под воздействием преимущественно двух таких главных факторов. Ну, помимо того, что вот Айдорога сказал, это, безусловно, воспитание, то, о чем много сегодня говорили, и воздействие внешних факторов, то есть это накопленный опыт. те проблемы, которые нравственные сейчас у нас крымских татар существуют, это из-за того, что воспитание наша, система воспитания изменилась, либо мы накапливаем такой опыт, который разрушает нашу духовность. Вы знаете, если бросить взгляд на историю, то в любом обществе, будь то теологическое, будь то светское, помимо норм морали существовали и нормы права. и в нормах права были предусмотрены меры наказания и меры, которые бы обязывали бы человека, гражданина исполнять те или иные законы. Это было и в древнем мире, это было и в средние века, в новое и новейшее время. Помимо норм морали, мы можем и к Богу уповать, мы можем и к традициям уповать, но есть еще так, бытие определяет сознание. В 2007 году еду в Узбекистан, навещаю одинокого старика, которого знал с детства, у него никого не осталось, живет один в четырехкомнатной квартире. Говорю, бросайте квартиру, я вам беру билет, едем, конечно, сидит Муратова, и она дала согласие вас принять. Ну, не решился, и так было суждено остаться. Знаю семью, что дети не хотят переезжать, возвращаться в Крым, а мать уже, которая под 80, она желает. И здесь вот была создана тоже какая-то проблема. Она приехала, конечно, ее племянники смотрели, общественность смотрела, но это было вызвано очень много неудобств для разных семей, потому что за одиногость женщины надо ухаживать. И, конечно, в этих случаях вот наличество домов престарелых, оно где-то предусматривает выход, потому что вот хочет старик вернуться из Азербайджистана, а дети не хотят. Вот он хочет умереть на родине. Куда ему ехать? Где выход? 1921-23 год. В Крыму голод. Сдают родители своих детей детские приюты. Для чего? Чтобы дети выжили. Иначе останется в семье, умрет. Потому что в семье поголовно идет вымирание, наоборот, ведут в приют, на несколько лет определяют, потому что государство хоть какую-то похлебку раз в день дает. Плохо это или хорошо? Вот тоже определяете ситуация какая. Вот поэтому каждому вопросу надо индивидуально подходить. вот эта бабушка, почему она, как могло так случиться, что она не обладает правом собственности или какое-то долевое участие, если бы она имела такое право, насколько возможно было просто ее отвезти и сдать в дом престарелых. Защищает ли закон интересы пожилых людей в этих случаях, если они не хотят в дом престарелых, а дети не хотят за ними ухаживать. Есть страны, это здесь хорошо старики пенсию получают, а во многих странах пенсию не получают. За стариками обязаны смотреть за ними дети их. И вот много вот этих моментов в случаях. Ну вот я по себе скажу, мы живем в три поколения в одном доме, в одном дворе. То есть мои родители, которым под 80 лет, мы с женой и наши дети. это огромное преимущество во всех отношениях и в плане воспитания, и в плане ухода, и в плане получения жизненного опыта, потому что я работаю целый день, недостаток, скажем, моего внимания детям компенсируют мои родители, но зато я и мои дети смотрим за стариками. каждый день давление меришь, таблеточку дашь. И это огромное преимущество, вот эта традиция у нашего народа, и, конечно, вот эти все лучшие традиции мы просто обязаны сегодня сохранить. Когда мы готовили нашу тему сегодня, мы поинтересовались мнением президента Крымского инженерно-педагогического университета Физи Акубыча Якубова. Давайте послушаем, что он нам рассказал. Сегодня мир терпит кризис не экономический, весь мир, а терпит крах нравственный. Все беды, которые сегодня происходят, в том числе экономические, военные, полуоенные, они все от того, что высокая цивилизация, вообще-то, говорят, мы должны кланяться ей, она в какой-то мере виновата в том, что нравственность начала отодвигаться на второй план. Вы понимаете, как это может быть сегодня сын судится с отцом? Вот какая мораль это может принять? То есть судится с матерью. брат с сестрой устраивают поножовщину на почве каких-то меркантильных интересов. Это не примет ни одна мораль, ни одна религия не примет. Поэтому это очень сильный дисплант. Выход из него только высокое образование. Вот я все время пишу культообразование. Там заложен самый крупный потенциал народа, имеющий высокое образование. я говорю не только классическое, но и религиозное. Религиозное образование должно быть очень серьезно. Человек, который религию хочет понять и быть высоконравственным, он должен изучать и Тору, и Библию, и Коран. все все три высокие философские учения, созданные в мире, человечеством созданные, они несут одно и то же. Помоги ближнему, будь добрым, не груби, не сквернослов, не распутничай, все одно и то же несут. Падение нравов самая большая потеря современности. Вот любое предприятие при наличии денег, любой университет при наличии денег за два-три года может построить самое сложное. А нравственность, которая формируется тысячелетиями, не веками, а тысячелетиями, попробуйте его быстро восстановить. Никакие деньги не помогут. Это нужна перевар. Это надо мозг, который уже отдеформировался в одну сторону, повернуть его в другую сторону. То есть это процесс очень медленный. Поэтому я обращаюсь к моему народу. Прежде всего к молодежи обращаюсь. Будьте строги. Будьте по отношению к себе. не поддавайтесь легким, быстро привлекательным позициям. Они временные. Вы должны создать дальше семью, кормить, содержать эту семью. А это просто не бывает. Потерянные молодости потом не возвращаются. Если вы не окончили университет, сколько бы, что бы вы не говорили, сколько книг вы не читали, вы не сможете быть университетски образованным человеком. Университет это еще эрудиция. Не только вы специалист Крым татарского языка и русского. И другой вам очень много дал. Понимаете? Поэтому я всегда обращаюсь к молодежи. Образование, работа, работа, образование. И пожалуйста, никогда не забывайте, что нашей моральной опорой является наша высокочтимая мусульманская религия. Эдер Уча, мы можем говорить о том, что то падение нравов, это то, о чем мы сегодня в том числе говорим, это результат в определенной степени глобализации и информационного общества. Однозначно. Глобализация привнесла свои отрицательные я в данном случае в отношении стирания граней между нациями. Что такое глобализация? Глобализация имеет положительные конечно свои начинания. Это экономические границы стираются, передвижение товаров, передвижение людей без границы и так далее. Но есть другое. Процесс глобализации отрицательно влияет на сохранение национальных традиций. Представьте себе, несколько лет тому назад к нам приезжал из Германии ректор университета и он говорил о том, что немецкий язык находится на грани исчезновения. Представьте себе, одна из крупнейших европейских стран, она локомотивом экономики является и ректор университета говорит о том, я говорю, а почему? Да потому что вот этот процесс глобализации охватил в первую очередь говорят на английском языке и немецкий язык теряет свои функциональные особенности. В данном случае в сфере политики, в сфере экономики и так далее. Они уже обеспокоены, немцы обеспокоены. А что нам говорить? Вот эта глобализация, вот эта отрицательная сторона глобализации, конечно, против нее мы ничего не можем сделать. Ну, видим, что тенденции такие, что глобализации в Европе не будет. Они постепенно уже и Брекситы показали и так далее, англичане уходят. Но я считаю, что для национальных меньшинств это положительное явление. Я надеюсь, что мы, сохраняя свой язык в пределах Крыма однозначно сохраним и свои национальные обычаи и традиции. Вот это самое главное. И тогда нам глобализация не страшна. И тогда то, что вот этот предмет разговора сегодняшнего бы не было, если бы я опять возвращаюсь. Здесь правильно было сказано, религия имеет немаловажную роль, потому что ислам является одним из самых основных и последних, насколько в Коране написано, по крайней мере, перспективных религий. Мы видим это. В Европе обращаются к исламу многие представители других религий. И когда мы говорили о семье, о европейской семье, там нарушены все традиции семьи. Ну, представьте себе однополые браки. К чему это приведет? Я думаю, через 50-60 лет вообще европейцев не останется, если они будут жить по тем законам, которые у них отражены в Конституции. Эти же законы они навязывали Украине. Слава Богу, мы вышли из состава Украины, но они теперь эти же законы навязывают Россией. Я надеюсь, Россия не пойдет по этому пути, так как это здесь представителей ислама намного больше, ну, по крайней мере, воздержатся на несколько десятилетий, и мы только от этого выиграем. Так что однозначно глобализации, мы от нее никуда не уйдем, но иметь в виду историческую национальную идентичность мы должны сохранять. здесь может быть даже я немножко ислам исламом, потому что ислам не знает национальности, исламе не важно кто ты по национальности, но Аллах нам дал язык, Аллах нам дал язык, это же не мы сами его придумали, а раз Аллах дал нам язык, то значит мы его должны сохранять и вместе с ним наши обычаи и традиции, но естественно нам поможет это сохранить ислам. Я здесь немножко возражу. То, что не регулирует право, то регулирует религия. Как нам создать эту систему, чтобы она была действительно рабочая? Дело в том, что вы еще говорите о глобализации, мы говорим о своих ценностях, которые основаны на религиозных ценностях. Первое, то, что мы должны, вот я даже когда разговариваю, я всегда говорю пример от пороков, мы говорим пример приносим своих стариков, своих дедов, мы должны их нашим детям преподнести так, чтобы истинные герои, например, для них никого-нибудь там Бэтмена или какой-нибудь Человек-паук, мы должны вот это преподнести, чтобы наши дети знали именно свое, в первую очередь, только так. Да, и язык это самая главная вещь, он носитель. Кроме этого, религия не против каких-то наций и что не очень понравилось. Почему? Потому что когда мы смотрим на историю ислама, вот сколько народов приняло ислам за эти века, и ни одна не потеряла свою, скажем, народность не потеряла свой язык, потому что ислам учит тому, что все, что нам дано, это наш язык, это наша культура, это наши одеты, это наша родина, это все от Аллаха, это Аллах нам дал. Если Аллах дал, есть такое понятие как имманет, как это правильно сказать, то есть то, что нам доверено, так могу сказать на русском, то есть мы ответственны за это. Точно так же мы ответственны за своих детей, мы должны их воспитать наилучшим образом, точно так же мы ответственны за своих родителей, мы обязаны, мы обязаны по исламу смотреть за ними, это наш воин боржу, то есть мы перед Аллахом Это наше спасение, мы будем перед Аллахом отвечать за это. И, честно говоря, как я и сказал, и в этом мире, это самые страшные вещи, и то, что мы видим сегодня, это чуждо для нашего народа. Это никогда не было в нашем народе, и, иншаллах, никогда не будет. Вот у нас хаджилар, паломники, возвращаются. Я хочу привести такой маленький пример. В старые времена смотрят один паломник вокруг Киабе, крутится, а на нем какой-то груз, какой-то мешок. По идее, нельзя, должен быть только и храм, одежда специальная. Подходит к нему и спрашивает, что это такое. Смотрит там старичок без ног, ну, ноги не работают. Он говорит, кто это? Это, говорит, мой отец. Я, говорит, из Сирии пришел. То есть он пришел оттуда, задалека, принес своего отца, чисто из-за того, что отец хотел увидеть эти святые места. Это была мечтой его, так скажем, жизни, и он это сделал. Почему? Потому что именно это религиозное воспитание, вот это воспитание на наших традициях, потому что они сплетены полностью именно с нашими религиозными, канонами, оно и есть потеряние. Если мы этого не дадим, если мы это потеряем, если мы потеряем все. В Хуране, знаете, что вот, есть Хазрати Юсуф, пророк, да, и там говорится про его родителей, и когда говорится про его родителей, есть такое понимание, что они солнца и луна. Мы не должны потерять сегодня наше солнце и луну, потому что все и дети наши, и наши родители, они, как и мы, бренды в этом мире, рано или поздно они уйдут. Я сейчас знаю много людей, которые бы отдали все, чтобы их отец и мать были рядом, но их сейчас рядом нет. Это такие ценности, ну, общечеловеческие, это каждый должен понимать, и мы должны делать все, чтобы вот таких вот ситуаций не было. А вот в данной конкретной ситуации можно что-то предпринять предметное? Ну, что можем мы предпринять, то есть, со своей стороны, мы, как бы, вот, я думаю, что эти люди так или иначе посмотрят нашу программу, то есть, мы можем четко сказать, то есть, что с религиозной стороны, это они совершают очень большую ошибку, да, мы можем каким-то образом постараться воздействовать, хотя вот говорили, что уже неоднократно обращались, сделали все возможное, то есть, попытаться каким-то образом наставить. Чаще проводить такие передачи, чтобы люди видели. Таких примеров больше не было. Эти передачи очень полезны, я надеюсь, что мы до кого-то достучимся. Гульнар Аханов, пожалуйста. Да, безусловно, передача, конечно, очень полезна и нужна, и очень печальный сюжет, если честно, я расстроена очень сильно, но дело в том, что здесь нужно, мне кажется, не просто, как бы, осуждать все это, а ведь где-то произошло переформатирование в мозгу этих дочерей, когда они просто забыли, что они просто перестали любить свою маму. То есть, тут нужно просто понимать, здесь, как и все это очень глубоко, ведь не зря же говорят, что отдавая долги своим родителям, мы накапливаем копилку для своих детей, да, то есть, это очень печально, но я думаю, что вот сейчас я как бы обращаюсь, наверное, ко всем, и к нашим, наверное, это наша вина прежде, потому что вот наши родители нам смогли сохранить наш язык депортации, понимаете, мы помним все наши обычаи, и я помню наши свадьбы в Узбекистане, когда у нас процентов 99, это была наша музыка, другой там вообще не было, и вот мы тут ходим на свадьбу, я все хочу детям показать татарскую свадьбу, вот не поверите, мы идем на свадьбу, и у нас вот моего возраста женщины, мужчины заказывают всякие там мелодии, которые я вообще, то ли они на зоне слышали, я не знаю где, то есть там присутствует очень мало нашей мелодии, и я думаю, что мы вообще так, народ так устроен, мы тоже не исключение, мы привыкли искать виноватых извне, глобализация, там современные тенденции, туда-сюда, это понятно, это, конечно, оказывает влияние, но а кто мешал вот этим людям, да, вот моего поколения, да, сохранить свой язык, ведь молодежь сейчас не знает языка, к сожалению, кто мешал это все сохранить, живя у себя на родине, когда и канал был на татарском языке, и литература, и все-все-все, я думаю, что все это можно вернуть, но это нужно обязательно возвращать через язык, это безусловно, через любовь к своему народу, к своей земле, к матери, потому что с нее все начинается, и я к тому, что вот вы спрашивали, как мы смогли это сохранить, да, вот нам было очень тяжело, нам и сейчас тяжело, мы, вот мои сыновья не соврут, у меня часто в доме играет татарская музыка наша, я ее обожаю, да, я пытаюсь как-то прививать любовь к этому, и когда я готовлю их сюда, мы приезжаем на свадьбу, сейчас будет много всего нашего, они просто в ужасе от того, что там половина всего этого, непонятно что, так что я думаю, что причины очень глубоко, очень глубоко, даже сейчас не стоит все это разбирать, где-то произошло такое, что эти три дочери почему-то решили вот так поступить с мамой, это грустно, но я думаю, что сейчас это все можно восстановить, дети наши очень, кстати, в этом плане поддаются и воспитанию, обучению, я согласна со всеми сегодня спикерами, я очень рада, что такой вопрос вообще поднимается, я очень хочу, чтобы как можно людей больше эту передачу посмотрели, спасибо большое. Спасибо вам. Эльдорога, вот возвращаясь к тому вопросу, который мы телезрителям задали, как вы считаете, существует ли вообще корреляция между благосостоянием, уровнем дохода, к стремлению к комфорту и падение нравов, это как-то соотносится друг с другом, это либо нет? Вы знаете, наверное, надо искать какую-то середину, потому что и среди бедных есть много пороков, и среди богатых, к сожалению, тоже. Почему к сожалению? Это же хорошо, что если они хорошие, пусть будут богатые тоже хорошие. Нет, что есть пороки, это в принципе плохо, исходим из того. Наш народ сформировал своеобразную культуру. Культура – это не только песни и танцы, это более широкое понятие. И, конечно, вот этот единичный случай или единичные случаи, конечно, они найдут массу отторжений, массу нареканий в народе. И, возможно, будут какие-то попытки, чтобы исправить именно данную ситуацию. Но у нас на сегодняшний день заложены все основы для того, чтобы мы этих пороков миновали. Главное, что у крымских татар есть земля практически у каждой семьи. Есть куда бросать корни, есть от чего отталкиваться, есть куда потесниться, где уживутся, еще раз говорю, несколько поколений в одном дворе. Поэтому извне могут пытаться прогникнуть какие-то неприемные для нас вещи, какие-то инокультурные, скажем, традиции или позиции. Но народ, как здоровый женвой организм, должен все это просеивать, и все, что для нас неприемлемо, он должен отвергать. И независимо, богатое это общество или бедное. Знаете, вот я хочу сейчас тоже вот это подчеркнуть. В соцсетях иногда вижу животные, как вот, например, обезьяна, как вот держит ребенка, а вот или же там животные, вот как они, как семья, вот. И когда вот пишут там эти комментарии, да, вот надо у них брать этот пример, вот так пишут. Мне так обидно становится. Если мы как человек не будем жить, тогда будем завидовать, конечно, этим животным, правильно? У них свой закон. Человек должен жить человеческим законом. Есть разум, есть мышление. Самое благородное существо – это человек. А как, если мы как человек не будем жить, мы и как животные тоже не сможем, потому что мы их вообще не поймем. И нам не надо завидовать им. У них своя жизнь. Мы должны ценить то, что у нас есть. Нам есть чего терять. Есть народы, которые вот с этой стороны уже терять нечего. Поэтому, смотрите, вот я иногда вот в городе вот хожу, я постоянно вот обращаю внимание, да, хлеб лежит, грязный хлеб. Ну, грязный, да. Все, он никому не нужен. Можно даже наступить. Можно вот так, раз, в сторону ногой. Кто скажет, кто из нас может это сделать? Из нас кто-то сможет это сделать? Или мимо пройти? Поднимем, правильно? В сторону, обязательно. А вот понятия такие, если хлеб, вот похоже это на это, понимаете, вот хлеб, если он свежий, мягкий, он дорог для нас, а если он грязный, черствый, он, все, можно его бросить куда угодно. Это не так. И родители так же. Смотрите, родители, когда они сильные, когда они умные, когда мы нуждаемся, они нам нужны. А когда они начинают стареть, они не умные, они глупые, они, ну подожди, да, ты не вмешивайся, понимаете? А мы не понимаем, что они, вот, смотрите, вот случай, это несколько лет прошел, меня пригласили в семью, одну семью, позвал, старик меня позвал. Сын, оказывается, ударил. А он молодой, глупый такой. Я ему говорю, иди сюда. Отдельно я с ним разговариваю. Слушай, ты сейчас вот, почему ты ударил? Ну, он вот надоедает, да, вот. Я говорю, подожди, ты сегодня это делаешь? Ты смотри, я коротко скажу, завтра, дай Аллах, чтобы у тебя тоже были дети, ну, они тоже с тобой так же поступят. И что он мне сказал, знаете? А, знаешь, он тоже бил своих родителей, поэтому я тоже ударил. Вот смотрите, что он сказал. А теперь я ему сказал. Я говорю, вот тебе один пример. Допустим, он бил. Он так же поступал, как ты. Видишь, ты с ним так поступаешь. Хоть ты останови это, ты. Ты останови, чтобы тебя не били. Допустим, он, да, ты прав, скажем. Но ты останови, ты понял, да, что тебя тоже это ждет. Поэтому не оставлять. Вот некоторые думают, там в домах престарелых им будет лучше, чем у меня. Они не понимают, что вопрос не в этом, как там, что он там, она там кушает, или он. Дети. Возле детьми, там, с семьей, родителям. Хоть пусть будет только хлеб кушать. Скажем, с молоком или там, с чесноком. Но с детьми, с сыном, с дочкой. Им намного это... Ну, маневи тарафавар, он моральный тарафавар. Вот забывает об этом, понимаете? Он очень... Давайте, давайте, вот, все, вот, как я сказал, задают себе вопрос. Если со мной так поступят, если с моей мамой, если с моей дочкой, если с моим сыном, и давайте вот то, что для нас ценно, и Ходжамус правильно сказал, это наше спасение. Если мы верим, мы должны... Люди есть, которые не успели за родителями ухаживать, у них нет уже родителей, он решил кого-то взять и ухаживать за ним. И он как будто за своих... Ну, в смысле, представляет, что это его мама или отец. Вот так даже делали, понимаете? Поэтому вот где богатство, вот где правильно. Поэтому надо... Мы... Я, конечно, здесь в двух словах не скажу. Передачи будем делать, будем работать. Это потом в анонсах тоже скажем. Специально будем передачи организовать, вот делать передачи. Работать будем, совершенно верно. На протяжении нашего эфира сегодня шло онлайн-голосование. Связано ли падение нравов с улучшением благосостояния в обществе? Да, ответили 1816 и нет, 236. Наши телезрители проголосовали за то, что все-таки благосостояние, оно в определенной степени все-таки влияет на падение нравов в крымском обществе, в крымскотарском обществе в том числе. Знаете, у каждого народа существуют своего рода коды, которые формируют его характер и формируют образ самого народа. Будем надеяться, что какой бы динамичной ни была жизнь и как бы не хотелось нам избавиться от якобы каких-либо тягот, все-таки обязательства, которые предписаны нам и нашей верой, и нашими традициями будут исполняться. И прежде всего, это, конечно, касается обязательств перед нашими родителями. Это все на сегодня. До встречи в следующую среду. Спасибо большое.